биткоин месячный график халвинг 2016 8 месяцев до предыдущего исторического максимума халвинг 2020 6 месяцев до исторического максимума халвинг 2024 до пятого халвинга биткоина остается более 1300 дней и идея того что биткоин не достигнет нового исторического максимума в последующие 1300 дней является совершенно нелепой на мой взгляд я думаю наоборот это довольно гарантированно не могу сказать что прям гарантированно но очень к этому близко на заставке к этому видео вы видели 6 месяцев 8 это обычно то время когда биткоин достигает исторического максимума а мы сейчас на четвертом что в теории значит может быть у нас есть два три четыре месяца до того момента когда биткоин начнет выстраивать тренд к а т аж не просто его коснуться потом вернуться обратно как это было на втором например халвинге а уверенно расти как мы увидели это спустя 8 месяцев последний раз на это ушло шесть месяцев и в теории у нас остается 24 месяца от текущего месяца и мы с вами начнем видеть тренд в а т аж так что этот раз не особенный хоть люди продолжают утверждать это но это не так мы идем по расписанию и даже поверьте мне или нет альткоины идут по расписанию если мы внимательно посмотрим на доминацию биткоина то увидим что он над этим сопротивлением и это сопротивление для доминации биткоина является многолетним так что определенно мы с вами видим вершину этого движения последний раз когда об этом говорил я утверждал что не удивлюсь если в доминации биткоина произойдет взрывной рост на этой этой линии сопротивления перед тем, как мы откатимся в альт-сезон. Что ж, удивлюсь ли я, если увижу ложное пробитие вверх доминации биткоина перед крупным движением в сторону альт-сезона? Нет, это меня вообще не удивит. Это более чем возможно. Как я и говорил, в этот раз никаких отличий. В какой-то момент альт-сезон начнется, и вопрос лишь в том, в какой момент мы увидим разворот биткоин-доминации. И если мы с вами посмотрим на Total 3, то увидим, что прямо сейчас альткоины продолжают консолидацию. Но также мы увидим, что сетап в этот раз ничем не отличается. Мы в абсолютно том же тайминге, как и в предыдущем цикле 2020-2021. Но нисходящий верх мы преодолеваем спустя 157 недель. И в настоящий момент мы идем точно по расписанию. Примерно в ноябре, плюс-минус в месяце ноября, нам следует ожидать пробития рынка альткоина своего нисходящего верха. И как только альта вырвется из этой консолидации, вот тогда мы с вами и начнем наблюдать развороты падения доминации биткоина. Но когда доминация биткоина разворачивается в тренде вниз, а после того, как он преодолевает исторический максимум, вот тогда его доминация и начинает тренд вниз. В каждом цикле это так работает. Так что пока биткоин находится под историческим максимумом, я думаю, будет сохраняться большой спрос на биткоин, и доминация может двигаться выше, пока не вырвется наружу. А вот это капитализация всех альткоинов Total 3. И дорогие зрители, обращаю ваше внимание, что на своем канале обычно я не говорю о конкретных альткоинах, предпочитая их биткоину, либо общей капитализации рынка альткоинов. Делай это специально, умышленно, да, как хотите. Но если вы хотите увидеть детальный разбор конкретных монет, то обязательно и непременно подпишитесь на канал CryptoCommons, где помимо переводов самых разнообразных блогеров, Гриня и его команда делают замечательные разборы, объясняя в деталях что, как и почему. Но возвращаясь к недельному графику биткоина, мы видим, что перед нами образуется наиболее достоверный сигнал за всю историю биткоина. На мой взгляд, пробой недельного RSI является наиболее надежным сигналом за все время. Я не могу найти ничего лучше него. Как только мы ясно преодолеваем зону недельного RSI сопротивления, образуется крупный забег вверх. Так что как только мы пробиваемся через линию сопротивления RSI, куда это нас ведет? Это нас ведет в шестимесячный забег. Так было в 2019, а также после коронадампа, пробив сопротивление RSI, мы заступили на годовой аптренд. А в следующий раз, когда мы пробили сопротивление вот здесь, то получили, можно сказать, шестимесячный забег к этой вершине. После этого следующим стал довольно скоро примерно такой же шестимесячной продолжительности. Так что обычно, как только мы это преодолеваем, это приводит нас по крайней мере к шестимесяцам забега вверх. И, ребята, мы сейчас здесь и находимся. Недельная свеча должна все-таки закрыться. Но если посмотреть сюда и укропнить картинку, вы видите, что мы пробиваемся через этот недельный RSI downtrend. Таким образом, нам это дает сигнал о бычьем макроразвороте вверх длиной в шесть месяцев. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Это много времени, шесть месяцев. И, ребята, это не просто мнение. Это основанное на данных, основанное на очень надежных сигналах в истории биткоина утверждение. Вот как это все сейчас выглядит. ФРС сократила ставку, рынок отреагировал позитивно, фанда растет, пошли атаж, а биткоин ушел в памп. Так что у меня нет никаких причин полагать, что биткоин не пойдет в ближайшее время на атаж и не начнет формировать тренд в исторический максимум. Мы идем по расписанию четыре месяца после халвинга. И биткоину нужно вырасти всего лишь на шестнадцать процентов. Шестнадцать процентов, и мы на историческом максимуме. Вот и все. Мы очень близки. Мы намного ближе, чем многие считают. И как только биткоин начнет формировать тренд в исторический максимум, сколько бы это ни заняло, тогда и начнут вступать в игру альткоины. В это время доминация биткоина падает, но одновременно с этим он формирует и самый мощный тренд. И когда формируется этот самый тренд, интерес в крипто сильно растет. А это значит, что все остальные монеты также начинают помповать вместе с биткоином. Начинается буквально сезон всего, и вот как обычно и происходит в этой индустрии и в этом рынке. Во время последнего цикла, если построить Фибоначчи сверху вниз... Да, я знаю, я использую лагрифмическую шкалу, но вы сами видите, что биткоин с вершины донизу достигает 3618 во время вершины предыдущего цикла. Если мы с вами посмотрим на эфир во время последнего цикла, вы также заметите, что эфир тоже достиг прямиком 3618. Обычная сетка Фибоначчи построенная сверху вниз с целью 3618 достигается биткоином от верха к низу. Эта цель 3618 достигается, так что обойти активы, достигли эту цель в предыдущем цикле. Но я не думаю, что в этом цикле мы с вами достигнем 3618. В предыдущем видео я обещал вам, ребят, что мы поговорим о верхних целях. Так что вот вам, пожалуйста. Если идти сверху вниз, то я не думаю, что мы достигнем 3618. Грубо это 210 тысяч долларов. Но есть хорошая вероятность, что мы достигнем 102 тысячи, вот здесь. Если цикл будет действительно хорошим, может быть даже где-то выше. А я знаю, что многие становятся очень-очень пессимистично настроенными в отношении цены рынка биткоина. По какой-то причине, не знаю. Ведь мы прямо сейчас у АТХ, а тренд вверх начинается с начала 2023. Просто это макроаптренд, а люди недостаточно терпеливы. Биткоин показывает фантастический результат, и нет никаких причин, что он не продолжит этот тренд. Но говоря более конкретно, цели и усредненные цели, основываясь на сокращающихся коэффициентах, 60 тысяч, поделенное на 6, 10 тысяч, деленное на 5, 2 тысячи, деленное на 4, равняется 500, что дает нам нижнюю границу в 90 тысяч, как нижнюю цель. Это цель, которую я считаю самой вероятной. В данном цикле цена в 95 тысяч — это минимальная цена, основываясь на уменьшающихся коэффициентах. А самая большая цель равна 190 тысячам. Это верхняя, менее вероятная цель. Нижняя граница более вероятна, а верхняя — менее вероятна. Но та цель, что посредине, — это 142 тысячи 500. Она основана также на сокращающихся коэффициентах, и я на нее ориентируюсь. 142 тысячи 500. И если вы с биткоином давно и надолго, для тех, кто использует мой индикатор, который я сделал, индикатор прибыли халвингов биткоина, который доступен бесплатно на TradingView, заходите в настройки, смотрите вот сюда, и вы увидите, что обычно после халвинга, в промежутке от 40 до 80 недель, находится зона с самыми высокими прибылями. Не 40, не 80 недель. Это может быть 40 недель, а может быть и 80, но точно где-то между. Да, я понимаю, это довольно большой промежуток времени, но он с постоянством является зоной наивысших прибыли. В 2017-м, 2018-м мы достигли вершину точно на 80-й неделе. 2021-й, конец 2021-го, мы достигли вершину четко на 80-й неделе. Первый пик был ближе к 40-й неделе. Так что в теории, если прямо сейчас посмотреть на этот индикатор, он показывает январь 2025-го как 40-ю неделю после халвинга. Так что, вероятно, тренд роста будет длиться по крайней мере до января. И как мы уже раньше говорили с вами в этом видео, 6-месячный таймфрейм, март-апрель. Где-то там может быть зона для целей. Если так и будет, там мы и достигнем наших целей. Вероятно, в течение лета мы будем консолидироваться. И если у нас все-таки образуется восходящий верх, его следует ждать где-то в сентябре-октябре 2025-го года. Идея эта очень и очень спекулятивная, но я думаю, что тренд роста мы будем сохранять по крайней мере до начала 2025-го года. В худшем случае, тренд продлится прямо до нового года, и на этом все закончится. После чего мы будем долго истекать кровью. Скажем, пару лет. На мой взгляд, это самый худший сценарий. Но я очень уверен в том, что мы с вами увидим новый исторический максимум. В общем, так я вижу крупную картинку. И опять же, пробитие недельного RSI – исторически огромная важная вещь для биткоина. Это самый надежный сигнал, длящийся по крайней мере 6 месяцев роста, что приводит нас к марту-апрелю 2025-го. И вот сейчас я снова буду показывать какие-то картиночки с ценами на подписку, но поймите главное – настоящую ценность деньгами не оценить. А эта ценность, дорогие зрители, у вас перед глазами. Подпишитесь на канал CryptoCommons, ведь хоть ребятам и нравится, что они делают, делают они это для вас. Поэтому ваша благодарность в виде лайка, подписки на канал и бесценного комментария будет абсолютно бесценна. Ну и, конечно, не забывайте о канале БлаБлаКрипто, который и делает для вас эти переводы, и куда переехал ваш самый любимый ньюсблог. А еще они наконец-то начали выпускать дайджест. Еженедельный криптодайджест. В общем, всем спасибо, всем профитроли, и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...